В предыдущий раз мы сделали первую версию приложения, где реализовали все основные компоненты интерфейса. Они еще мало функциональны, но мы уже можем взаимодействовать с приложением путем поворота телефона на 90 градусов. В симуляторе это можно сделать, нажав одновременно клавиши Command и стрелку влево или вправо, в какую сторону хотите повернуть телефон. Давайте сделаем это и посмотрим, что получилось. Вряд ли мы хотели получить такой результат. На самом деле дизайнеры предоставили нам макет и для горизонтальной ориентации. Вот он. При повороте все элементы должны растягиваться и сжиматься, чтобы заполнить все доступное пространство. Для реализации этого эффекта и вообще адаптации нашего интерфейса под разные размеры экранов существует два метода. Первый – это механизм под названием AutoLayout, который мы рассмотрим в этом видео. Второй – ручное вычисление размеров представлений. О нем мы поговорим в последующих лекциях. При работе с AutoLayout вы можете указать для элемента, что находится слева, справа, сверху и снизу от него, на каком расстоянии, а также задать его ширину и высоту. В итоге расположение и размеры всех элементов экрана описываются системой линейных уравнений, которую iOS автоматически пересчитывает при любых изменениях лейаута. Давайте посмотрим на практике, как с этим работать. Откроем интерфейс билдер. Начнем со степера, который должен располагаться в правом верхнем углу экрана. Задать привязки или констраенты для элемента в визуальном редакторе можно двумя способами. Первый способ – это специальная кнопка в нижней части редактора. Выделим элемент и нажмем на нее. В появившемся окне можно задать расстояние до ближайших элементов с четырех сторон выделенного элемента, его ширину и высоту, а также ряд других привязок. Сейчас нас интересует расстояние сверху и справа. Ближайший элемент к степеру – это край экрана, поэтому данное окно предоставляет нам весь необходимый функционал. Несколько увеличим расстояние сверху до восьми, чтобы степер не наезжал на строку состояния. Обратите внимание, что линия от квадрата в центре до расстояния сверху стала яркой и цельной по сравнению с соседними линиями. Это означает, что после нажатия кнопку «Add Constraints» снизу мы добавим эту привязку. Привязки, помеченные бледным, добавлены не будут. Расстояние справа оставим по умолчанию. Здесь важно выключить флажок «Constraints to margins». Нажмем «Add to constraints». Сверху и справа от элемента появились синие линии. Это и есть новые привязки. Давайте посмотрим на свойства одной из них. Например, на правую. Выделяем еще раз элемент. В нее бывает сложно попасть, но когда попадаем, она выделяется жирным. Нажимаем. Не получилось. Повторяем. Отлично. Все произошло. В инспекторе показались свойства привязки. В верхней части указан первый элемент привязки. В данном случае это Safe Area Trailing. Начиная с iOS 11 было введено понятие Safe Area – области, которая никогда не перекрывается конструктивными элементами телефона, такими как «Ночь в iPhone X». Подробнее про это вы можете прочитать в документации. А сейчас достаточно просто использовать этот механизм при расположении элементов. Продолжим знакомиться со свойствами. Дальше указано отношение – Relation. И второй элемент – наш степпер, а также его сторона – Trailing. Она всего лишь означает правую границу. Еще ниже указана константа – то самое расстояние, которое мы задавали ранее. Затем идет приоритет. Он позволяет системе определить, какие привязки использовать, если для элемента заданы конфликтующие правила. Он, как и остальные свойства, не понадобится нам в курсе. Поэтому оставим их на самостоятельное изучение. Дальше добавим привязки для лейбла со временем. Его нужно центрировать по вертикали по отношению к степперу. Сделать это можно, потянув мышкой от одного элемента к другому, зажав Ctrl. Выделяем время, зажимаем Ctrl и протягиваем к степперу. В появившемся меню можно выбрать различные варианты привязки, зависящие от расположения элементов. Нам нужно центрировать по вертикали. Выбираем этот пункт. Появилась красная рамка. Для размещения нашего элемента недостаточно информации. Ему не хватает данных о том, как разместить по горизонтали. Добавим привязки с левого края. Поставим привязку по умолчанию и нажимаем Add one constraint. Прекрасно. Элемент размещен. Сверху привязка не нужна, так как мы уже задали вертикальное расположение по отношению к степперу. Кнопку начать расположим по центру, на некотором расстоянии от степпера. Для центрирования по горизонтали используем третью кнопку в нижней части экрана. Выделяем начать и выбираем третью кнопку, Align. Здесь можно выбрать различные варианты центрирования. Нам нужно разместить кнопку в центре контейнера горизонтально. Далее разместим элемент на некотором расстоянии от степпера. Создав привязки через Ctrl. Зажимаем Ctrl. Протягиваем к степперу. Еще раз. И выбираем Vertical Spacing. Следующее на очереди. Игровое поле. Зададим привязки со всех четырех сторон. Выделяем поле. И используем знакомую нам кнопку. Значение оставляем по умолчанию. Счет разместим по центру. И зададим отступ снизу. Выделяем счет. Используя третью кнопочку, размещаем горизонтально в контейнере. И используя вторую, добавляем отступ снизу, не сверху. Мы добавили все привязки. Давайте посмотрим на иерархию представлений. Открываем левую панель. И видим, что осталось предупреждение. Вот этот желтый кружок. Давайте посмотрим, что же не так. Нажмем на него. Мы не указали привязку справа для времени. Может так случиться, что оно наедет на степпер или даже за пределы экрана. И xcode нас об этом предупреждает. Давайте выберем первый пункт, который нам предлагается. Фиксированный левый край и плавающий правый. Добавлена привязка до конца экрана. Это не совсем то, что мы ожидали. Время может растягиваться до конца. И, пожалуй, нам нужно лишь до степпера. Удалим эту и создадим новую привязку. Нажимаем Backspace. И с использованием контрола протягиваем до степпера. Здесь выбираем Horizontal Spacing. Сейчас расстояние задано жестко. Чтобы оно было плавающим, удалим константу и изменим отношение на больше или равно. Выбираем созданный constraint. Как обычно, это происходит не так просто. В свойствах изменяем на greater than or equal и константу меняем на 0. Отлично. Сейчас предупреждений нет. Прежде чем запустить симулятор, посмотрим на наш экран в превью. Для этого придется открыть ассистента. И поэтому традиционно закрываем остальные окна. В ассистенте нужно выбрать превью. Это окно можно закрыть. В появившемся окне мы видим наш интерфейс в iPhone 8. его можно повернуть. Выглядит хорошо. Запускаем симулятор и проверяем результат нашей работы. Повернем симулятор обратно, направо. Что же, интерфейс успешно адаптируется к изменениям в размерах экрана. И нам не пришлось написать ни строчки кода. Поздравляю! Вы научились адаптировать интерфейс под разные размеры контейнера, используя механизм автолайаут. Познакомились с различными добавлениями привязок и увидели, как проверить поведение интерфейса без запуска симулятора. В следующем видео мы все же начнем писать код и добавим немного интерактива в нашу игру.